МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы расскажем о гибели мужчины в пожаре в подвале дома на Аделе-Кутуе. Говорили, что там было несколько мужчин, и один кто-то не выдержал, я не знаю причины. Покажем «Ладу», водитель которой влетел в подстоящий грузовик на Мамадышском тракте. Только «Новый», но обычно, когда так залетают, там ногами не отделываются. А также задержание мужчины, подозреваемого в поджоге автомобилей на улице Мусина, и кто проехал на Красный. Стофоры, две машины поехали, Грант вперед поехал. Я медленный штатанов, просто так, на зеленый. Там другая машина ехала. Три столкнувшиеся на улице Айдарова автомобиля заблокировали движение общественного транспорта. Все это прямо сейчас. Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном доме на улице Аделе-Кутуе в Казани. Очаг возгорания находился в подвале. Сильное задымление распространилось по всему подъезду, где находилась дверь коммуникации. При помощи кислородных масок пожарные с верхних этажей эвакуировали на улицу семь человек, включая одного ребенка. Сами спуститься вниз люди не могли, нечем было дышать. Как рассказали жители дома, незадолго до пожара из подвала выбежали несколько мужчин. Один выйти не смог, его тело обнаружили после ликвидации открытого горения. При этом никто не видел, чтобы в подвал кто-то заходил. Вход в него был заставлен велосипедами, а на двери висел замок. Тут велики стоят, вот тут мой велик тоже стоит. Как бы в принципе, вот чтобы там зайти, я не знаю, как они там проползти должны как-то или что, не знаю вообще. Как в подвале оказались люди, жители дома не понимали. Говорят, этот вход единственный, больше туда никак не попасть. Даже самим, когда была необходимость перекрыть воду, пришлось вызывать аварийку и представителя управляющей компании, у которой есть ключи от двери. У меня когда это было, что прорвало трубу, и по идее там надо было перекрыть через подвал. Доступа не было ни у кого, вызывали ЖУ, как бы они только приезжали. Так как в подвал слесари залезают нечасто, вход туда приспособили для хранения велосипедов. Оказалось, очень удобно, поэтому удивлялись, что очаг возгорания был под домом и не сразу уверили, что там были люди. Говорили, что там было несколько мужчин, или один кто-то не выбежал, я не знаю причины. Дым быстро стал распространяться по подъезду. Кто мог, вышли на улицу сами. Жители верхних этажей эвакуировали прибывшие пожарные. Они с помощью кислородных масок вывели на свежий воздух семь человек, в том числе одного ребенка. У меня был пожар второй раз уже. Когда первый был, там женщина, походу, ушла, что-то оставила, она такая, ну, вроде как, не совсем адекватно. И там вообще выгоняли на весь день всех, эвакуировали, ну, потому что дышать невозможно было. У нас же был уже один раз такой случай, когда-то было, когда-то было в прошлом году. Тоже там было, что-то диван подожгли, и подвал весь замуровали. Сказали, что там больше никто не будет влазить. После ликвидации открытого горения в подвале дома обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас стражи порядка выясняют его личность и устанавливают, что он делал в подвале. Причины возгорания будут выяснять пожарные дознаватели. А аварийным службам предстоит вернуть в здание коммунальные блага. В результате пожара весь дом остался без электричества. Рамиль Шайдуль, Новор Шерифуллин. Вызов 112. Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Напомним, в ночь с 30 на 31 июля на улице Мусина вспыхнули три машины. Две стоящие недалеко друг от друга «Лады» и кроссоверы «Митсубиси», припаркованные на другом конце улицы. Иномарка получила наибольшее повреждение от огня. Под нее закинули горящую покрышку. Ущерб по предварительным оценкам составил 133 тысячи рублей. По подозрению в совершении этого преступления задержан 39-летний ранее неоднократно судимый мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. 39-летний водитель «Лады» 14-й модели пострадал, врезавшись в грузовик, стоящий у края проезжей части, на Мамадышском тракте после аварии, которая произошла еще днем. Напомню, сначала там столкнулись три грузовых автомобиля. Предполагаемого виновника зажало в искореженной кабине. Мужчина жив, но сильно пострадали его ноги. Грузовики отгонять с места аварии не стали, лишь убрали краю проезжей части. И ночью в крайний большой груз влетела «Лада». Ее водителя также госпитализировали с травмами ног. Только ногу. Но обычно, когда так залетают, там ногами не отделываются. 39-летний водитель «Лады» был в сознании. Он сам позвонил другу и сообщил, что попал в ДТП. Товарищ вместе с супругой пострадавшего тут же примчались на место аварии. Он сработает. Далеко не дает? Вот тут до весны. До того, как мужчину госпитализировали, он успел рассказать. Знака аварийной остановки перед стоящими на проезжей части разбитыми грузовиками не видел. Препятствия заметил в самый последний момент. Делал все так, как предписывают правила дорожного движения. Нажал на тормоза и не менял полосы движения. Эти грузовики столкнулись днем по принципу домино. Предполагаемого виновника зажало в кабине. 42-летнего водителя большегруза извлекли и передали в руки медиков. Он получил тяжелую травму ног. Вот эта фура, она еще со дня, вот с днем аварии была. Он не заметил, видимо, он ее. Вот эту не увидел, не отражается, плохо отражается знак от фуры. Разогнался, а тут щебень еще размыло, видать. И вот он вообще как шел, вот тормозной путь здесь смотреть, он просто вот прямо ехал. То есть вот, видать, здесь еще там начал тормозить, и она вообще не тормозит. Ну вот, вот это вот тоже все здесь лежало. Видимо, все размыло дорогу, тормозного пути нет, и вот он не заметил. Супруга водителя Лады в шоке. В семье теперь два человека в гипсе, за которыми нужен уход. Дочка две недели назад руку сломала. Теперь вот ногу сломали. Виновным в этом столкновении будет, вероятно, признан сам водитель Лады. Автомобиль, скорее всего, восстанавливать смысла уже нет. Но эту семью водителя волнует меньше всего. Главное, что обошлось без тяжелых последствий. Сирина Васильева, Анва Шерифулин, Вызов 112. Три автомобиля столкнулись вечером на перекрестке улиц Ленинградская и Айдарова. Авария произошла на трамвайных путях. Машины парализовали движение общественного транспорта. Двое из трех автомобилистов, водители Лады и Ауди, в один голос уверяли, что виновник происшествия водителя Ниссана, который проехал на красный свет. Тот, в свою очередь, своей вины не признавал, уверяя, что заканчивал маневр. А значит, его должны были пропустить. На Сауди тронулись, а Ниссан летел оттуда. И я, получается, Ниссан отрезаюсь. Лада в этой аварии получила наибольшие повреждения. У легковушки разбита передняя часть, потекла охлаждающая жидкость. Несколько метров, чтобы убрать автомобиль с трамвайных путей, водитель проехать на ней смог. Но для дальнейшего передвижения считает, нужен будет эвакуатор. Мужчина рассказывает, с водителем Ауди стояли перед светофором на улице Ленинградская. Как только загорелся зеленый свет, тронулись с места. И тут перед ними появился Ниссан. С светофором две машины поехали, Грант вперед поехал. Я медленно штатанул, просто на зеленый. Там другая машина ехала. Вот они между собой врезались, Грант развернулся. Я в стоячую машину, потому что там расстояние. Оба считают, что вина в аварии целиком и полностью лежит на водителе кроссовера. Они выехали на перекресток, когда им уже горел разрешающий сигнал. Водитель Ниссана рассказать свою версию произошедшего отказался. Но автоинспекторов уверял, он завершал маневр и его должны были пропустить. Теперь водителям предстоит встретиться еще раз на детальном разборе происшествия в автоинспекции. Там и доказывать свою точку зрения на причины этой аварии. Вероника Гайнудинова, Анвар Шерифулин, Вызов 112. Автомобиль с телом человека внутри обнаружили водолазы на реке Ик около села Старая Александровка в Мензелинском районе Татарстана. Спасатели искали пропавшего мужчину и заметили на берегу следы автомобильных шин. Они вели к обрывистому берегу реки. Машину обнаружили в 25 метрах от прибрежной полосы на глубине 4,5 метров. Автомобиль унесло вниз по течению. Сейчас устанавливаются причины падения машины в водоем и гибели человека. Два дня искали спасатели мужчину, который выпал из лодки недалеко от деревни Орел в Лаишевском районе республики. В общей сложности спасатели обследовали 12 тысяч квадратных метров акватории реки. На глубине 3 метров в 50 метрах от берега они обнаружили тело 62-летнего рыбака. Спасательного жилета на мужчине не было. По предварительной версии, боковой волной его выбросило за борт. Чеки безопасности, которые глушат мотор лодки, мужчина также при себе не имел. Поэтому плавательное средство просто уплыло от хозяина. Мужчине не хватило сил, чтобы добраться до берега. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 89869-112-112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин